Всем доброго денёчка! Рассказываем наши новости. Их у нас немного. У меня теперь два дипломированных специалиста в семье. В общем, вчера звонил Никита, защитил диплом. Второй. Второй высший он у меня получил. В общем, он решил пока остаться во Владимире. Будем ему чуть-чуть помогать первые вот эти летние месяцы, пока он определится с работой. А дальше сам. Миша тоже у нас сегодня отстрелялся. Тоже получил диплом. Вернее, на руки-то ещё не выдали, но защитился. Он у нас теперь будет педагог дополнительного образования по дипломе. Ну, кем уж он будет работать, я, конечно, не знаю. Осенью он, скорее всего, у нас в армию уходит. А мы здесь пока. Вот сейчас мы в Брюховецкой. Ездили, приценились по окнам. Приедут на замеры. Ещё там тоже посмотрим, поговорим. Ну, может, поторгуемся немножко, да, Сергей Витальевич? На какую-нибудь акцию, может быть, мы попадём. Потому что, ну, если честно, конечно, дорого. Вот. И окон-то у нас много. А вот сейчас мы едем искать. Нам сосед сказал, что здесь где-то есть овощная база оптовая. Купить картошечки, помидорчиков, огурчиков. Чтобы не в магазине. Ну, ничего, мы её быстро съедим. Ну, чтобы не в магазине покупать. Потому что на центре магазине тоже не маленькие. Вот. А так как мы... Семья большая. У нас много продуктов уходит. В общем, нам выгоднее, конечно, на базе всё это займёт. По какой улице мы сейчас едем? Смотрю название. Мы ещё особо вот эти станички не выучили. Немножко путаемся. Ну, думаю, это дело времени. Да, скоро освоимся. Ну, вот мы доехали. До овощной базы. Сейчас всё узнаем, что почём. В общем, затарились мы. Сейчас я, кому интересно, сейчас покажу вот так вот чек. Оп. Вот так. Чтобы уж не делать полный обзор. Так. В общем, мы взяли огурцы, картофель, помидоры розовые, халву, фруктовую смесь ореховую, абрикос взяли и яблоки. Дети у меня соскучились по яблокам. Местных ещё, конечно, нет, но Сергей у меня сейчас огурцы перекладывает. Нужно коробочку вернуть, она у них платная. Но мы решили, что мы сейчас переложим. Ну, что, поедем, нет? Это здесь ещё на трассе было. А черешню нам что-то дороговато показалось. 125 рублей за черешню. Не знаю. Она, в принципе, и на рынке тоже 120 рублей. Вот Наталья тут из Каневской. Мне... Рожного Наталья, да. Она мне говорила, что у них там вот кто-то продавал даже по 60 рублей. Розовую. Ну, она тоже такая сладкая, черешняя. Для компота бы самое то. Здесь мы по такой цене, конечно, не нашли. Нам же всё подешевле хочется. В общем, здесь у нас сумма, конечно, впечатляет. Покупки мы такими объёмами овощи давненько уже не закупали. Ну, что, сначала домой? Да, сначала домой. Ну, давай, да. Мы просто ещё пригласили же окна тут замерять. Сейчас они после часа приедут. Ну, неудобно будет, если мы ещё будем не дома. Хотя, говорят, здесь это запросто, Сергей Витальевич. Договариваешься на одно время, а люди совсем не обязательные. Вот, ну, не знаю. С нами пока ещё такого не случилось. Если случится, мы, конечно, наябедничаем на канале-то расскажем, как внизу написали. Такое ощущение, что вы жалуетесь на своих детей. Нет. Ни в коем случае мы на своих детей не жалуемся. Мы просто рассказываем, что и как. Как оно есть. Иногда я ещё пытаюсь даже добраться до судьи, почему они так делают. Разобраться в этом. Если, конечно, время позволяет. Вот. Для чего? Я знаю, что некоторые вот люди, кто думают о том, чтобы взять вот приёмного ребёнка или не взять, смотрят они такие каналы. Ярмарка 200 метров. Давай заедем в цену, посмотрим. Вот. Смотрят они такие каналы, и когда всё так волшебно и в розовом свете, а потом вдруг у них что-то такое случается, ну, я не знаю. Пусть лучше вот они видят, что всякое бывает в жизни, да? Бывают вот такие детки, как наши. Может, это, конечно, всё из-за нас. У нас характер несносный. А дети золотые. Здесь ещё тоже ярмарка. Но это уже на трассе. Они ещё. Что, почём? 150. А, то есть здесь дорожки, черешни. Какие жадные. Частники. Это, скорее всего, очень там. Ну, не берут. Да. Ну, красиво как всё выставлено, да? Смотри. Молодцы. Прям стараются. Чистенько, аккуратненько. Приятно. Тому, кто здесь приедет покупать. Ну что, пока отключаемся. Надо ехать совсем туда, на трассу. Да. В общем, мы пока занимаемся перетаскиванием матрасов. С одной комнаты в другую. Перетащили матрасики Снежаны и Даши. Но это временно. Даже они спать тут не будут. Вот у меня Сергей с Веркой разбирают диван старый, который нам оставили. Его так не вытащить, поэтому расчленяем мы его, расчленяем. Давай. В общем, чтобы выбросить, его нужно разобрать. Сюда мы поставим временно, опять же, нашу кровать. И здесь у нас с нами будут Снежана с Дашей. Вот. Но это пока на то время, пока мы делаем вот там, в той комнате, большой ремонт. То есть сначала там окна поменять нужно будет. А потом что-то надо думать со стенами. И потолок тоже. Чтобы уж в одной комнате сделать. И большая комната, наверное, девочкам. Потому что девочек у нас больше. Опять же, ковер наш тот полянкой, да? Туда к девочкам. Лера выучила уже все, да? Где что? Какой инструмент. Нет, еще не выучила. Да. Короче, дети у меня в поисках орехов. Ничего, Снежана, нашли орехи-то? Да, да, нашли. Целые карманы. Мам. Ой, полные карманы орехов. И вода. Это уже чищеные у тебя? Нет. Это еще нет? Нет. Вот это чищеные. А что вы колотите? Вот, за сколько у нас улиток. Ой, у вас... Вы, главное, с улитками не перепутайте. Вот улитки. Целый артель. Мама, ты знаешь, мы потом все будем угощать. И хватит так. Вот моя улитка. Я нашел. Ты ее зажаришь? Я коволся, мам. Я ее съем. Только гнилые не ешьте орешки. Ешьте только хорошие. На подножном корме. Один из наших сюрпризов. Это уже второй раз. Первый раз еще так слегка тут все потепло. Какой-то вот у них тут шланг привязанный. Из него, короче, льет. Ну да. А до этого он валялся, наверное. Короче, из него пошла вода. Сейчас из него опять идет вода. Вот, Серега, если бы ты уехал, мы бы, наверное, на улице посуду были. Крэш-контент. Ой. Короче, там какая-то живность. Там она ползает. Вот это все там было. Ну, наверное, не убирали никогда, я так думаю. Потому что до туда было не добраться. Мы вот эту доску, она же размокла вся у них. Мы ее... Сергей ее просто выломал. Выдрал. Она так-то должна вытаскиваться, по большому счету. Но она у них не вытаскивается. В общем, ее выломали. Вот такое вот. Вот такое вот на нашем канале. Уж извините. Кто чем занят? Кто играет? А кто-то вот как Егор кличит. Я еще не знаю, соседи слышат или нет. Вот эти душераздирающие крики. А все началось с того, что Даша его тихонечко позвала. А он обозвал Дашу вслух. Я его отругала за то, что он обзывается нехорошими словами. И все. И понеслась душа в рай. Это сейчас у него уже он тихонько. А тут он еще спускался вниз. Демонстративно кричал у нас здесь на кухне. Он же знает, что я не люблю, когда он кричит. Орал и верещал снова так громко. Ну, у нас было как-то на канале, мы это записывали. Меня за это часто ругают, что я такое снимаю. То, что вот дети верещат. Ну, а что делать? Вот, может, и вам такой же ребенок достанется. Чего, Егор, не кричишь больше? Устал, что ли? А? А, ты девочка-какулька. Понятно. Все. Вот из-за обзывательств. Вот у него такие крики. Это же ужас какой-то. Люди, представляете, вот так вот думают, наверное, все. Тут убивают кого-то. Продолжение следует...